всех приветствую с вами я веган христолюб и мы с вами сегодня разберем вопрос из письма который не пришел на почту некий александр написал мне письмо и задал три вопроса я на каждый вопрос запишу отдельное видео что не мешать все в одно добрый день дмитрий от души от сердца спасибо тебе за твой супер сайт твое толкование от бога святого духа очень по душе по сердцу близко и все понятно спасибо тебе и твоей команде близкий близких друзей за работу дела ваши святых спасибо за теплые пожелания и отзыв о моем сайте и я также выражаю всю благодарность всем тем кто помогал мне делать этот сайт в частности олегу программисту ну и всем кто мне там что еще помогал ну и все кто меня и копеечкой поддерживает благодаря этому я могу оплачивать хостинг имя и прочие вещи с этим не связаны ну а сам вопрос нас сегодня первый я валентин три месяца как уверовал и начал изучать познавать евангелие пожалуйста растолкуй мне мои вопросы есть заповедь не делай кумира и изображения а как же наши церкви переполнены изображениями и образами такой вот вопрос я хочу обратить ваше внимание на тот нюанс что а ну и валентин зовут значит в почте было по-моему александр написано ну не суть важно да может другую почту но буду называть тебя валентин обратить внимание что валентин три месяца как уверовал это очень важно и попал на мой сайт это удивительно я считаю что это тебе очень повезло и надеюсь что ты познаешь истина достигнешь ее познание полноты всей и усовершишься в соответствии с этой истиной в богоподобного человека человека бога ну а по поводу образов так называемых церквях православных католических дело там я сейчас не буду тебе к фарисейской какой-то там заповеди моисея обращаться общий смысл скажу да по поводу этих образов конечно же у нас есть прежде всего у людей это что глаза вот эти наши любименькие глазки и как говорят там ученые какие-то исследовательных хоть я всему этого верю обычно на 10 процентов да но с действительно это наверно так что человек чуть ли там не не знаю семьдесят восемь цифры могут разниться но сути об одном то большой процент информации и я соглашусь с тем что это точно больше половины смело можно сказать и отдать этому что больше 50 процентов информации конечно же при наличии всех остальных органов восприятия мира у человека слуха вкуса обоняние там тактильности конечно же у человека у которого нет каких-то органов чувств ощущения мира да конечно же кто и опять же ученые говорят и возможно так и есть но это естественно что у него другие органы принимают на себя естественно большую нагрузку то есть человек воспринимает сто процентов информации всеми своими органами чувств да если какого-то нет естественно ко всем остальным еще чуть прибавляется если человек одна голова шевелится и это он только ее слышат да а может и не слышит у него вообще один язык чувствует слепой и глухой я конечно ужасную картину нарисовал но если такое такой человек несчастный существует на земле то у него почти вся стопроцентная информация да и практически проходит через язык и весь мир он знает только через мир вкусов вот но мы сейчас возьмем нормальное естественно состояние человека это наличие всех органов чувств которые более-менее адекватно работает все мы конечно не без болячек вот и человек ими познает мир и вот зрение глаза то есть зрение через которую мы созерцаем вокруг нас находящийся мир друг друга все да действительно через зрение на поступает человеку ну больше 50 процентов информации вот и в самих изображениях а через руки еще добавлю кое-что да еще у нас есть руки до которые мы умеем что-то мастерить и вот то что человек созерцает и богом данными ему руками кто-то ногами есть в интернете с полного роликов и ногами рисует а есть действительно люди безрукие рисуют ногами чё только действительно в жизни нету и как говорится жить захочешь не так извернешься да вот и действительно люди бывают и и вот именно инвалиды там с руками опять безрукие но творчество свое проявлять за счет ног есть и такие люди действительно добиваются даже чего-то да кто знает я свой свой youtube деятельность начинал к разбесец или с козловым сергеем он был парализован и у нее там еле-еле одна рука там шевелилась да и он ей умудрился научиться там через компьютер мышка рисовать иконы причем очень красиво да так что все возможно да вот кстати пример к этому да ну сергей уже пошел в новую жизнь уже на несколько год два-три прошло вот вот он пожалуйста прямо иконы рисовал потом сам от них отрекся через некоторое время он перестал их рисовать через много лет лет действия он рисовал помнил я что что все не помню кто меня давно смотрит знает нас обоих вот сергей вилла мои земляки вместе в воронежске к нему гость ездил буквально там нескольких остановках от меня жил но он со временем перестал и рисовать эти иконы это кстати тебе тоже кое-чем должно сказать в принципе несмотря на то что он пошел в новую жизнь небольшим я бы сказал это мое личное суждение сундучком познание истины все-таки так он не смог отвалиться и от православия и от организации и от иерархичности культа и от обрядовость всей вот это фарисейской формы да так его все это и держала вот не понял он до конца что миром правит любовь и бог есть любовь хоть он это и пытался наговорить в концовке в его проб в этих словах это 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 не не являлась да вот ну ничего в новой жизни я уверен он уже познает новое бытие в дом воплощении и конечно же человек сам что-то увидев проявляя через свои руки это творчество сам что-то услышав опять своими руками воспроизводит музыку и вся музыка это по сути тоже природа это шум это те пение птичек стрекотания кузнечиков да и прочие вещи этому гром и молния да это ветер дуновение в бамбуке или так вот это 6 потом воспроизводит музыку это не а дьяволом вот и я заранее тебе и другим хочу сказать уже много раз говорил об этом на своих каналах своих проповедях кто хулит творчество тот хулит бога творца бог творец творчество мы созданы мы боги и дети всевышнего все мы созданы по его образу и подобию мы он а он творец и мы все творим в нас сидит это жажда творения воспроизведения вплоть до того что мы не просто рожаем себе подобных весь искусственный интеллект у нас в мире создаем это желание быть богом быть богом не просто родить себе подобного от нас независим а именно создать конечно современный мир идет к тоталитарному концлагерю конечно гестапо но само творение это вопрос в чьи руки по творения творения в добрых руках божьих которые с любовь превращается в прекрасный мир творение злых руках превращается в ад и на земле и потом под землей да поэтому само творчество само по себе художество музыцирование танцы песни пляски до разведение растений там да это все от бога строительство это все хорошо вопрос на что это употребляется и как это употребляется одно дело строить хорошие домики на земле другое дело люди докатились да там строительство высоко небоскребов в которых люди живут как пчелки да но люди не пчелки человек не может жить без земли мы сами создали ужасный бетонный мир которым жить просто невозможно большие города вот по сути ткань зло да вот такое надеюсь вы меня понимаете кто слушает и по поводу же непосредственно переходим к иконам к изображениям которые прямо это называется изображение на что-то помещенное иконами там на дерево на холст и прочие вещи всякие до сундучки под сундучки на стены там неважно рисует да конечно же в православных талийских сектах это все от дьявола и сколько бы они не пытались там какой-нибудь более-менее так умник найдется которых нет мы там поклоняемся не у нее не этому не иконе не образу а перво образу то есть того с кого нарисованы это все чепуха это все чепуха и отмазки 97 процентов тире 99 процентов православных и католиков почитают это не перво образы а эти образы за святыни они их целуют они их вылизывают они об них бьются лбами они поклоняются они под ними ползают они через них прыгают они их покупают они их вешают на святых местах или вешать дело это место святым они их куда только не лепят на любой источник на любую земельку они почитают это святостью они считают что изобразив какого человека пусть даже действительно по-настоящему который прожил добрую святую жизнь пусть даже так даже самого бога некогда являвшийся воплоти иисуса христа они считают что это дощечка сама по себе вдруг стала святой она им помогает через нее якобы что-то там может лучше становиться и так далее так далее это реально становится кумиром это реально становится культом это реально становится инструментом в руках церковных менеджеры менеджеров главарей ты этой всей преступной опг организации коррумпированный и абсолютно алчный православные католические дны по сути протестантские секты созданы только ради одного ради зарабатывания бабла верхушкой этих организаций все ничего там общего нету с истиной ничего личного как тупо бизнес католическая православные протестантские секты созданы только тупо ради денег ничего больше там нету деньги деньги и еще раз деньги ну власть и славы это еще прибавляется но первое это бабки больше их ничего не интересует те кто ее создал те кто ими сейчас управляют заведуются этой этими структурами это тупо деньги и деньги можно выкачивать только с бестолковых людей поэтому все естественно люди находясь в этих сектах это абсолютно бестолковые люди к сожалению и эту бестолковость они распространяют на других тем самым опять творят зло они участвуют в этом зле они распространяют это злом вот так вот поэтому все эти конечно же деревяшки они не соблюдают не только это это казалось бы что такая полу безобидная запад хотя из любой это грех до полу безобидный такой грешок нарушение такой полу безобидной заповеди на самом деле мало грех тянет за собой большой вся эта чепуха с этим поклончеством я приводит ко всему потом потом они целуют трупы и потом там и же с ним нет у них конца и края прегрешением и злодеянием верят они абсолютно в колдовство верят они во всякую чепуху это все одно с другим тянется это обычные культы обычные жреческие такие еще из древних времен языческие культы все ничего там святого ничего там от бога нету все там от мала до велика это абсолютно магические культы религиозные построены на к на там гремучей смеси колдовства суеверий страхов обрядов до запудривание мозгов поэтому к чему я закончить хочу мне на удивительно короткий ролик получится тебе три месяца как-то уверовал дорогой мой валентин и все и же с ним кто впервые услышит подобные речи кто вляпался в любой из религиозных культов бегите оттуда сломя голову и обретете полноту счастья люди-то несчастливы никогда не были не будут и не есть и не будут все эти культы построены на страхе на страхе на рабском животном инстинктном страхе если ты не делаешь ты будешь говорить в аду а чтобы ты делаете это пустые вещи это пустые абсолютно вещи суетные они делают из человека конченого тупицу он перестает чего-либо вообще воспринимать и адекватную информацию и конечно же путь познания истины абсолютно закрыт а путь познания истины я тебе скажу какой я никогда не хаю не говорю просто так вот это вот плохо и не говорю как хорошо а хорошо тебе нужно если ты вляпался выйти из этой блевотины очиститься забыть обо всем что ты там за три месяца успел где-то услышите хлебануть выплюнуть эту блевотину вырогать ее как основательно максимум ты можешь все что себе из этих ультов оставить это библию так называемую ни в коем случае не называю никогда словом божьим это обычное писание человеческий ты можешь читать ее назидаться обычная историческая книга написана людьми о людях и о боге и об ихнем понимании бога об ихнем соприкосновении с богом или как они думали с богом ты ее можешь читать как и любую другую книгу все что доброе оттуда ты можешь вынести выноси в свое сердце в носе и исполняй путь познание истины только один это твое собственное внутреннее искреннее чистое желание стать богом любовью как через добрые дела к богу во всех его проявлениях к божьему творения и тем самым к самому богу а добрые дела ты будешь узнавать со временем что это такое ты будешь практиковать и понимать что оказывается когда есть злодей и жертва добрым делом будет заступиться за жертву и злодею дать понять что он творит зло когда грех идет лично против тебя добрым делом будет сказать правду человеку в лицо но не перегибать палку никогда его не оскорблять не применять силу и там не унижать не позорить да и говорит всем правду и самому быть святым а святость она в доброте самой настоящей доброте но это я не то что тебя злодей просит жертву подержать ты держишь жертву якобы из любви к злодею ты ненавидишь обоих это никакая не добро ты получается делаешь зло и для жертвы и для того кто это зло творит вот с этим вопросом единственно тебе со временем придется с опытом с практикой жизни и опытом то есть набивая шишки ты поймешь что такое и научишься различать добро от зла истину от лжи и живя так ты достигнешь святости вот тебе простой путь жизни ты можешь слушать кого хочешь смотреть кого хочешь даже вегана христолюбца да но отвечаешь за все ты сам ты тот кто ты есть и твое счастье личное зависит от того насколько святым обоженным как это говорят в православии каталицизме ты станешь богоподобным насколько добрым ты чистым светлым откровенным искренним радостным веселым свободный от всех культов принявшим себя суть бытия бессмертия перестанешь бояться всего от этого зависит у личное счастье и твоя святость что одно без другого невозможно вот так вот на этом у меня все я с вами прощаюсь до встречи в следующих роликах пишите ваши комментарии ставьте лайки если нравится мое видео подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и пишите в лечку или на почту или в социальных сетях ну или в комментариях ваши вопросы которые вас тревожат я на все стараюсь по возможности отвечать у меня все всем добра всех по-братски целую обнимаю пока пока